По инициативе Министерства обороны Российской Федерации и Сергея Шойгу, два года назад в России было основано движение юнормейцев. Поставленная цель не только патриотическое воспитание молодежи. В юнормии у подрастающего поколения стараются вызвать интерес к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Наш корреспондент Наталья Смирнова побывала в летнем лагере юнормии, где на данный момент находится 300 ребят со всего Красноярского края. Увлечь молодежь военно-патриотической тематикой просто. Старшее поколение с ностальгией вспоминает свою зорницу. Но игра быстро заканчивается. Попробовать же пожить в условиях, максимально приближенных к армейским – это бесценный опыт. Я собираюсь поступать в военное училище, и для меня выпала честь побывать в таком лагере. Решил получить какой-то опыт первоначально, чтобы мне уже было дальше легче училище. Юнормия – это не только строевая, теоретическая и тактическая подготовка. Это организация караульной и внутренней службы, военно-исторической и военно-ролевой реконструкции, лекции и мастер-классы. И, конечно, физкультура, которую так обожают мальчишки. Я приехал сюда, чтобы подкачаться, узнать, что происходит в армии. Больше всего мне понравился футбольный и волейбольный турнир, а также горно-штурмовая подготовка. Кроме того, к ребятам ежедневно приезжают гости, с которыми невероятно интересно общаться. Сегодня, например, лагерь посетил в Рио губернатора нашего края. Курсанты смогли задать ему вопросы, которые давно волновали каждого из них. Нам с вами повезло родиться действительно в необычной стране, которая играет особую геополитическую роль в мире. Нам повезло с вами жить в Красноярском крае. Красноярский край – это стержневой регион России во всех отношениях. Здесь находится и географический центр нашей страны, и именно здесь находится основа того, что составляет её экономическую и военную составляющую тоже. Ну и, конечно, Александр Ус обошёл весь лагерь. Посетил палатки, в которых ребята ночуют, заглянул в медпункт, посмотрел в столовые. Кстати, курсанты уверяют, что кормят тут не только сытно, но и вкусно. Походу, глава региона обсудил несколько возникших вопросов с командованием и получил на них ответы. Ребята регистрируются на площадке электронной, смотрим географически, откуда территория, и по взводам определяем уже на регистрацию вельмянов в ДК. Подъезжает уже взводная, взводная, встречает, конечно. Тут всё как в армии. Даже устав курсанты принимают. Говорят, родители стараются посетить это трогательное мероприятие. Ну и, конечно, им не воспрещается приезжать в другие дни. Только мальчишкам хочется почувствовать себя настоящими бойцами. Надо это успеть сделать за каких-то пять дней. Здесь в лагере три улицы. Жукова, Петра Первого. И вот мы находимся на улице Суворова. Курсант, как обстановка? Нинвальный шаталов зода. Курсант Киренко Иван. Обстановка хорошая. Красноярское отделение юной армии признано лучшим в Сибири на смотре конкурсе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения в Москве. Лагерь работает первый год. Это первая уникальная площадка. Поэтому нам есть чем гордиться. Этот проект Александр Викторович поддержал еще в феврале месяце. И вот вы видите, через полгода центр распахнул свои объятия. Поэтому центр уникальный и пользуется спросом. Всего за лето 2018 лагерь примет шесть смен. Ребята 14-17 лет, которые хотят в нем побывать, имеют для этого реальную возможность. Нужно только заполнить заявление в разделе «Юнармия» на сайте краспутевка.ру. Доставка, питание, проживание – все это для юнормейцев полностью бесплатно. Наталья Смирнова, Александр Борзин, 8 канал. А сейчас мы уйдем на короткую рекламу.